Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Цена санкций. РФ потеряет 100 миллиардов долларов из-за потолка цен на нефть. После введения потолка цен на нефтепродукты РФ будет терять 280 миллионов долларов в день, что примерно 102 миллиарда в год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты Центра Research of Energy and Clean Air. Теперь любая компания, которая намерена пользоваться услугами, к примеру, западных стрессовщиков, должна покупать нефть из РФ по цене меньше 60 долларов за баррель. С 5 февраля вступит в силу ограничение цен на нефтепродукты из РФ, которое усилит давление на российский нефтяной экспорт. При этом в 2023 году РФ планирует получить доходы от экспорта в размере 533 миллиардов. Такой прогноз Минэкономразмития заложен в бюджет. Расчеты КРЭ основаны на том, что флангманская российская нефть сорта Юрлс уже продается по цене сильно ниже рынка. В аптеках Москвы закончился детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев свечей, который вводит в перечень жизненно важных лекарств, пишет ведомость. Нехватка ибупрофена наблюдается с начала 2023 года из-за высокого спроса и ограниченного предложения, говорит главврач медцентра педиатра-инфекционистки Вегене Тимаков. По его словам, в суппозиториях препарат применяется в тех случаях, когда ребенок не готов приманять препарат перорально из-за тошноты, то есть в рот. Твердый жир для свечек в РФ поставляет немецкая компания Loya Oleach Medical, а действующее вещество при производстве суппозиториев импортируется из Китая или Индии, следует из данных госреестра лекарственных средств. Стоимость производства суппозиториев в последнее время выросла, говорит представитель одной из фармацевтических компаний. Рост стоимости начался еще во время пандемии коронавируса, замечает гендиректор аналитической компании Сергей Шуляк. По его оценке, компании подорожали на 15-30%, что сделало их выпуск невыгодными в условиях низкой рентабельности детских форм препаратов. Турция поддержала требования Зеленского о полном выводе российских войск к границам 1991 года. Турция поддерживает план достижения мира в Украине, предложенный ее президентом Зеленским. Ранее Зеленский призвал страны G-20 остановить войну в Украине и предложил для этого план с 10 пунктов. Радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех заключенных и депортированных лиц, восстановление территориальной ценности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противостояние экоциду, предотвращение эскалации и подтверждение окончания войны. «Конечно, наша цель – прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше», – сказал министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавашогу. Страны G7 планируют установить два потолка цены на российские нефтепродукты, сообщает Reuters со ссылкой на источники. С февраля может быть введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией сырой нефти. Другой потолок установлен для продуктов, которые продаются со скидкой. В Росздравнадзоре предупредили о задержках в доставке лекарств из аптеки из-за повышенного спроса и логистических проблем. В связи с повышением спроса на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеке, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставки лекарств в аптечные организации, говорится в сообщении ведомства. Продолжаю вам рассказывать о том, как страна катится в Тартер. Торговые цены зафиксировали обвальное падение покупок в новогодние праздники. Новогодние каникулы посещаемой из торговых центров в 2022 году оказалось на 10-15% ниже прошлогодней и больше, чем на 30% отстало подказателей даже 2020 года. Количество посетителей торговых центров Москвы в первую неделю 2023 года упало на 15% по сравнению с тем же периодом года назад, а в Санкт-Петербурге аж на 10%. Проблемы с посещаемостью в торговых центрах испытывали на протяжении всего 22 года. В крупнейших торговых центрах с площадью более 80 тысяч квадратных метров она упала на 25%. В моллах с площадью в 40 тысяч до 80 тысяч посещаемость сократилась на 7%. После начала войны в Украине из РФ ушли крупные западные бренды одежды, техники и других товаров. Именно они были якорными арендаторами в крупных торговых центрах. В результате доля пустующих площадей в российских моллах за год увеличилась на 3 пункта до 12%. Сын главы Сбербанка Грефа оказался миллиардером. В 2015 году юристы главы Сбера Германа Грефа составили его завещание, согласно которому в случае его смерти деньги Грефа в офшорных трастах должны быть поделены между шестью членами его семьи, включая сына от первого брака Олега. На тот момент личное состояние Олега уже достигало миллиарда долларов, пишет проект со ссылкой на документы Pandora Papers. Источником средств профиля было указано семейное состояние и доход от профессиональной деятельности в качестве президента консалтинговой компании NeoCenter. Олегу Грефу принадлежало почти 20% NeoCenter, но компания не могла обеспечить подобный доход. Ее чистая прибыль в 2012 году, согласно Spark Interfax, составляла всего 66 миллионов рублей. После этого она была реорганизована. Согласно списку Forbes, в РФ насчитывается всего 78 человек, чье состояние равняется или превосходит миллиард долларов. Таким образом, сын Грефа может быть одним из богатейших россиян. Тем временем из Сбербанка уволился восьмой топ-менеджер после начала войны. Глава подразделения Private Bank in Sbera Евгения Тюрикова покидает банк, пишет Frank Media со ссылкой на три источника, узнавших это от сотрудников подразделения. Тюрикова сообщила о своем уходе в декабре, уточняется один из собеседников издания. По ее словам, пока неизвестно, кто возглавит подразделения вместо нее. После начала войны в РФ с Украиной и попадания Сбера под санкции в США, в банке начались череда увольнений топ-менеджеров. В середине мая Сбербанк уволили сразу трое членов правления – финансовый директор Бурика, руководитель блока сети продаж Мальцев и куратор блока благосостояния Наталья Алымова. Помимо них, из крупнейшего в РФ банка ушли и старший вице-президент, технический директор группы Давид Рафаловский, курировавший технологии и руководитель СберЭкс Андрей Ванин, а также старший вице-президент, курирующий стратегию и HR Юлия Чупина. В мае также уволился глава инвестбанка Сбербанк СИП Андрей Шеметов. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. Продолжение следует...